всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду я обожаю чахакбили я часто готовлю чахакбили но вчера мне пришла идея неожиданно в голову по мотивам этого рецепта приготовить нечто новое не знаю что в результате получится но думаю будет очень даже неплохо эксперимент начинается мне понадобится масло оливковое кучка куриных голени много лука болгарский сладкий перец помидоры острый перец чеснок томатная паста зеленая фасоль красная фасоль красное вино небольшое количество и зелень пряная составляющая это свежий базилик большое количество кинза свежее большое количество хмели-сунели обязательно заметили у меня новый стартер для угля старый-то но прогорел ему 6 лет все это время он круглый год жил на улице и использовался среднем четыре раза в месяц в летом чаще конечно а лето в испании на секундочку восемь месяцев в году пока уголь разгорается займусь ващами и и и В классическом варианте, конечно, птица обжаривается на сухую, да еще и выделяющий сок постоянно сливается. Ну, я готовлю на углях, да еще в таком здоровом казане, поэтому сливать все неудобно. Поэтому иду на нарушение технологии. Подрумянить буду в раскаленном масле. И чтобы она именно подрумянилась, сразу после выкладки ничего не перемешиваю. Надо дать сначала время, чтобы она подрумянилась на одной стороне. Если начнешь нажать масло, то остынет, оно уже соприкоснется со всеми поверхностями холодной курятины. Поэтому ничего не перемешиваем. Ждем несколько минут. Основная идея вот этой типовой обработки – получить как можно больше прижаристых поверхностей у кусочков курицы. То есть не доводить ее до готовности, а получить вот эту вот подрумянилность, которая потом даст в соус свой замечательный вкус. Ух, видите, какая красота! Теперь жду подрумянил из другой стороны. Отлично! Можно добавлять в лук. И вот сейчас сразу перемешать. На этом этапе лук надо довести до прозрачности. Важна не сама по себе прозрачность, конечно, а исчезновение резкого запаха и вкуса лука. Поэтому обжариваю и помешиваю регулярно. Все, лук дошел до нужной стадии. Пора добавлять помидоры и вино. Да, насчет помидоров. Если у ваших шкурка грубая, то, конечно, ее лучше снять. Для этого сразу целиком забрасывайте их в кипящую воду, одну-две минуты бланшируетесь, вынимаете и шкурку легко снимаете. У моих шкурка очень нежная и тонкая, поэтому я не заморачиваюсь. Отлично, они дали сок, можно класть протертые томаты. Заметьте, это не просто протертые томаты, а, по сути, такая слегка жидковатая томатная паста, то есть она обжарена. Она по вкусу более яркая и несколько более сладкая, чем просто свежие протертые томаты. Вкус такой, знаете, более концентрированный. Кстати, сейчас уже можно и острый перец положить, и хмели-сунели. Все, пусть томится примерно 15 минут. Следующий этап. Добавляю зеленую фасоль. Да, собственно, уже почти все готово. Зеленая фасоль, она у меня совсем молодая, много не надо, минут 10 ей будет вполне достаточно. Так что посолить, добавить красную консервированную, перемешать и оставить под крышкой до готовности. Не обязательно, конечно, использовать именно консервированную красную фасоль. Можно и сухую использовать, только надо сначала замачивать на ночь, потом варить долго. Мне заморачиваться не хочется. Музыка. 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 Музыка Ну что вам рассказать про Колыму, ночное с курочки? Музыка Смотрите, какой вкусман. Ммм, классно. Что касается времени готовки, я-то брал вот эту стандартную курицу, ну, из бролеров, они быстро готовятся. Но предполагаю, что вкуснее будет, если брать суповую курицу. Но суповая курица будет тушиться в этом соусе минимум, наверное, часа полтора, то и два с половиной. Короче, выбирайте сами повкуснее суповая, но дольше. Побыстрее, чуть менее вкусно. Бролер стандартный. Ммм, слушайте, ну, класс. Ярко. Суперски. Так, ну и соус такой, что, наверное, вилочкой не зачерпнешь, поэтому я ложечкой. Так, обязательно здесь, чтобы и зеленая фасоль была красная. И соус. Слушайте, супер. Просто супер. Болгарский перец, зеленая фасоль, красная фасоль, хмели-сунели, очень душистая. И самое главное, свежий базилик и кинза. Они так расцветили это блюдо. Просто супер. Угу. Привы же всяческих похвал. Причем красная фасоль дает такую крахмалистую плотность, что ли. Нажористость, как вы знаете. Просто супер. Слушайте, это сказка. Просто сказка. Для уличной еды на костре с дымком просто песня. Ммм. Не могу остановиться. Прекращаю съемку, буду уедать. За кадром чавка. Еще белый хлеб, чтобы вымакивать этот соус. Да вы меня понимаете. Спасибо за компанию. Напоминаю. По промокоду Фреско вы можете получить скидкод на такие классные ножи от Самуры. Рептил. И на другие ножи тоже. Но рептил мне нравится больше. Вы видели, да? Я вам уже показывал, насколько классно скрублен облук. При стандартном хвате, ворском, он абсолютно не набивает палец. К тому же заточка на линзу. Аус-10. Одна из лучших ножевых стали для кухонников. И крайне удобная ручка. Просто крайне удобная. Прям класс. Мне нравится. Пользуйтесь скидкой. Экономьте. Спасибо за компанию. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.